Я не хочу быть самым богатым и самым успешным. Я хочу быть самым полезным человеком. Потому что в пользе для общества я вижу истинную пользу для себя. Без пользы обществу личная польза не может быть полноценной. Приветствую всех, друзья! Моя философия работает. Я, блин, безумно рад, что такие люди, как Фейс, становятся на путь пользы и служения. Может быть, Фейс, не знаю, смотрел мои видео. Я уже записывал ролик о Моргенштерне. Он его, кстати, посмотрел, оставил коммент. И я считаю, что он тоже на полпути. Он тоже на полпути. И он тоже к этому придет. Он тоже придет к такой философии. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите. Его оставлю в описании или вот где-то здесь. Называется «Амаргенштерн против Баффета». Основной посыл в нем в том, как можно быть полезным обществу, менять мир к лучшему и при этом соответствовать трендам, соответствовать культуре молодежи. Я как бы этими занимаюсь. Вот каким раньше был Фейс четыре года назад. Знаете, особенно радует меня то, что эти люди – это кумиры молодежи. Молодежь подражает вот таким вот ребятам. Она не подражает каким-то старперам. Молодые люди хотят быть похожими на своих кумиров. И вот когда кумиры молодежи становятся на такой вот путь, это не может не радовать. Когда было, блин, такое? Когда такое вообще было? В какое время? Знаете, многие люди скрываются за масками, да? Но добрых людей видно всегда. Их как-то видно всегда. Какое не было бы время. Мирное, военное – их видно всегда. И вот с этой войной у добрых, человечных людей вектор очень сильно сместился в сторону пользы. Они раскрылись. Я вам уже говорил, да? Это все усилилось. Это все усилилось у таких людей. Тот, кто был мудаком, он мудаком и остался. Неважно, какое время. Война не показала, кто есть кто. Это и так было понятно, кто есть кто. Она просто раскрыла людей, усилила то, что было в людях. Как говорят, да, деньги не портят человека. Они не портят, они просто раскрывают. В нем то, что кратно раскрывают, что было давно, да? Тот, кто был добрым, он и с деньгами станет добрее. И будет эти деньги тратить на пользу. Тот, кто был мудаком, раньше он и с деньгами особенно, да, стал мудаком. И вот во мне с этой войной уровень важности денег для личного потребления, он опустился до нуля. Понимаете, ты все больше осознаешь, как мало нужно человеку, когда человек в подвале под бомбежками радуется воде. Вот мне для комфортной жизни, чтобы я вот вещал, нужно совсем мало. Вот микрофон, камера, ноутбук, телефон. Не последней модели. У меня, кстати, телефон не последней модели. Я всей команде подарил телефоны последней модели. У меня телефон старый, представляете? В этом вообще нет никакого смысла. Мне нужна крыша над головой, еда, все, одежды у меня полно, машина есть, все остальное у меня есть, там часы дорогие есть, это все у меня есть. Мне важно, чтобы вот моя команда была полностью обеспечена, да, вот, чтобы они не нуждались в деньгах и все. А все остальное, все остальное, деньги для личных потребностей, они пусть идут на пользу. Все, что сверху, я хочу тратить только на пользу. Еще раз, все вещи, все там дорогие побрякушки, они не принесут счастья, они не наполнят душу. Ни один богатый человек на смертном адре не будет жалеть о том, что он не осуществил свою мечту и не купил там феррари, о которой он так мечтал, не купил яхту, о которой он так мечтал. Он не будет об этом жалеть. Он будет лежать, умирать. С ним не будет этих всех дорогих вещей. Он лежит один. И у него с собой только его ум, только его душа. Она всегда будет при нем. И он будет жалеть о том, что он не был полезен. Что он не показал хороший пример своим детям. Что он ни хрена после себя не оставил, кроме вот этих всех дорогих побрякушек, которые он с собой туда не заберет. Я вот не понимаю, как можно хорошо себя чувствовать, имея при этом деньги, возможности, и ни хрена при этом не делать. Не нести пользу, не помогать людям, когда ты видишь, как страдают люди. Твои люди, твои люди. Это не люди в Африке, там в Бразилии где-то. Нет, это твои люди. И ты себе лежишь, отдыхаешь там на пляжике, кайфуешь, у тебя все хорошо, в твоей стране идет война, у тебя все хорошо. У тебя есть влияние, есть возможности, есть деньги. И ты при этом ни хрена не делаешь, что эти деньги тратишь на себя. Как можно хорошо себя чувствовать в такой ситуации? Как? Если откреститься от своих людей, от своих слушателей, от своих подписчиков, от своих людей, для чужих ты тем более будешь никем. Ты для своих уже стал никем. Я не понимаю, как можно быть только машинами по производству дерьма, исповедуя одну культуру потреблятства. Вот, сфоткала жопу, вставила рекламу, заработала деньги, купила дорогую брендовую сумку. Опять, фоткаем жопу, вставляем рекламу, покупаем себе сумку подороже. Поехали на Мальдивы, сфоткали свою жопу на Мальдивах, чтобы купить себе машину. И вот так вот по кругу. Что это нахрен за жизнь? Что это за жизнь? Это тупо потреблятская жизнь. И все бы ничего. Похрен, похрен, блин, на этих людей. Но молодежь берет с них пример. Какой толк в деньгах, в богатстве, если ты бесполезен, если ты бесполезен. Мне лучше, чтобы мне руку пожали на улице, чем быть там, я не знаю, равняться на вот этих всех бесполезных, не знаю, потреблятских личностей. В общем, ребята, подумайте над моими словами. Наполняйте душу, наполняйте душу, а не квартиру. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Я пожил богатой жизнью и знаю, о чем я говорю. Будьте правильным примером для окружающих. И так мы изменим мир. Всем мира, любви, всех обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова